всем ребята привет сегодня вторник и сегодня мы ждали решение рфс по перевходу в вазе вот как сказал дюков предел рфс что мы по видеоконференции по skype пообщаемся и примем решение которое мы уже приняли вот примерно так вот вот на сегодня дюков сказал что решение переносится до 31 декабря голосование по этому вопросу переносится не на сегодня а на 31 декабря то есть на 4 дня еще переносится вот что это означает я это означает что ведут очень строго секретным приватным переговор между большими лицами то есть это решение отложили значит между рфс уефа возможно фифа возможно еще какими-то вышестоящими лицами идут очень-очень засекреченный переговор почему эти переговоры засекречен почему нет никакой информации когда нет никакой информации да вообще хоть малейший да это говорит о том что что вопрос серьезный вопрос серьезные или там ведутся серьезные переговоры вот причем знать если бы действительно европе было похуй да там уже были комментарии чиферина бы и там других лиц но нет не то что даже намеков там чиферина да на это вопрос а даже комментарии со стороны польской конфиде конфедерации футбола там прибалтийский федерации футбол который любой всегда готовы там кинуть говна в сторону россии даже с их стороны никакой кайки и комментариев нет вот говорят о том что там какие-то серьезные переговоры ведутся почему это это очень важно и все понимаешь этого чего потому что вслед за уходом россия российского футбольного союза в азию до уйдут и других федераций до баскетбольной федерации сто процентов уйдет этом про лыжи что-то говорят да это смешно конечно на вот и это действительно так потому что весь спорт по сути до российского уйдет из европы для бятлун уйдет его вот и это очень большая финансовая потеря прежде всего для европы да или переговоры где действительно ведутся ведутся может даже на высшем уровне даже не на уровне чиферина да это для президента фифа на уровне на президентов может стран россии и сша вот там ну просто это видно это когда вот такие засекреченный переговор то есть никакой информации вообще нет то есть никаких комментариев до чиферин давно мог уже прокомментировать потому что неделю уже за как сброс это то что россия уходит в африкада через никаких комментариев нет ни его замов нет никаких комментариев до тем будет и более поляков не топали поляки бы давно уже были все сказали бы сказать да пиздуйте нахуй отсюда выбрать себе небе одни европейцам нет поляки тоже молчат шум поля если поляки молчать это пиздец вот поэтому я не знаю что происходит но видимо что-то серьезно происходит единция я надеюсь что все-таки как-то решат вопрос а вопрос могут решить это сказать ну хорошо давайте через годик вы вернулись мы вам обещаем вот это будет охуенно потому что переход в азию но это конечно конец нашу футбол давайте не важно там бабки не бабки это конец нашему футбол вот и в конце я бонусом вас к расскажу слушать мне вот совершенно не нравится отношение других блогеров до к этому вопросу этом очень глобальному серьезного просто такие как товарищи были свиные какая борзыки на кузьмича не вообще не освещают эту тему у них всякие интервью это с казанскими были там хуянский но превратились говно как сами превратились какой-то говно каналы до обсуждали они главный вопрос это фанайги блюдо вообще насрать на ваш фанайги насрать на ваших фанатов стран блять тут вопрос решается наша футболь учить долбоебы блять два долбоеба свиных были убредить блять по пары поедите на вопрос очень серьезно вопрос сейчас решается российским футбол умрет он или нет блять я только один туда делаю обзор о том что сейчас настанет пиздец сейчас настанет пиздец потому что переход в азии это пиздец блять вы чё не понимаете что блять да мне вообще насрать на ваш фанайги будет он ведет не будет он ведет вообще параллельно вопрос решается блять мы закроем всю историю блять европейскую историю когда мы блять мы участвовали чемпионат европы когда мы выиграли чемпионат европы когда мы играли финале чемпионат европы когда мы выигрывали еврокубки камы и когда наш командующий советского союза выигрывали блять кубок кубков когда зенит и ССК выиграли Кубка УИФА, когда наши команды обыгрывали Барселону Реал, когда Барубин нас на Камп-Ноу обыграл Барселону с Бердевым. Помните эти мои великие моменты? Когда Зенит обыграл в Суперкубке Манчестер Юнайтед. И вот это все мы можем... Вот этот вопрос решается. Вот этот глобальный вопрос. А не ФА найди, это, блядь, так важно. Да насрать на вашу ФА найди. Идите нахуй, блядь, долбоебы, блядь. Два долбоеба свиных, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Тут действительно самый глобальный вопрос за последние, блядь, 50 лет, блядь, решается. Сейчас самый глобальный вопрос решается за последние 50 лет. Вообще наплевать, блядь, даже на эту дисквалификацию, блядь, наших команд из Кубка УИФА или там то, что нас выгнали из Чемпионата мира. Вопрос не в этом. Вопрос сейчас решается в будущем футбола. Вообще нашей, нашей, вот моей жизни, вашей жизни. Перейдем в ФК. Все это смерть российскому футболу, блядь. Нет, блядь. А зачем это нам надо? Да это хуйня. Главное, главное вот, главное вот интервью Денисить, какая из Казачева, блядь, его, блядь, как это важно, как важно вот сказать свое в деньги, фадоцкая в деньги по поводу фанайзии. Идите нахуй с своим, фанайзии, идите нахуй с своим Казанским, блядь, идите, блядь, свинарник, ёбаный, блядь, если у вас мозгов нет, блядь, если у вас мозги жопа, блядь. Сейчас, блядь, сам глобальный вопрос это блять и вопрос в афика выхода россии в фк блять даже блять где этот блять комментатор это черданцев сказал что блять это будет пиздец он прям сказал это пиздец он сказал что если россия там англии тоже дисквалифицировать свое время блять какой там пиздец на стадионе да на пять лет до сборную а клубы вообще по без ограничения сока ничего не они блять прожили пять или десять лет евро не помню да даже те чердансы год что это блять на намечается большой пиздец хотя он на государственном канале ну нихуя блять свиные блять сидят молчать и интересует только какую-то хуйню свою несут ли ну я же говорю у свиней нет мозгов вот я очень надеюсь вот конце подводить итоги да что все таки порешают вопросы вышестоящие лица очень вышестоящие и мы все-таки останется и в европе потому что это будет это все это смерть российского футбола это я могу точно сказать уход в афика это смерть российском футбол если кто понимает футболе да он прекрасно понимаешь а никакими деньгами то даже если россия и китай там завалить бабками блять рынок футбольный да это совершенно ничего не поменяет первыми ребят бабки рано или поздно закончится и все вернусь на своих свои на свои реалии потому что ну бить и наговорят с кем нам придется играть японии южная корея это это блять сильные сборные того из это сборного уровня люксембурга не надо говорить что они там вы вышли в поле офф лиги это чемпионатами плов чемпионата мира выходили многие команды в целом до сборной японии южной кореи там это 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 за это топы топы в азии два топорту в азии да но иран еще да но эта команда довольно средний мягко говоря да а все остальные команд кроме японии там южной кореи ирана это дно донны в этом просто не видели какие команды в основном 9 80 90 процентов команд в азии это полнонейшее дно бангладеш мальдийские острова оман и индия пакистан топом бутан тибет по вам какой-то играет вам китайский тайпань тайвань блять чего там камбоджа в чем вообще это будет смерть российского футбола сейчас наоборот надо вот такой момент наоборот надо выразить мнение что блять это будет пиздец уберите эту хуйню блять оптимы не блять оптимы свиные молчат блять вот такая вот история всем пока